Добрый день Игнатий Тихонович Так, вы мне немножко хотя бы расскажите о себе, кто вы, чуть-чуть Сейчас скажу Я отставной офицер, 26 лет в армии прослужил Последнее место службы у меня было в Санкт-Петербурге В военно-инженерном университете Я строитель, инженер-строитель военный Вот, пять лет назад я уверовал в Господа благодаря своему сыну Он меня поначалу, так сказать, сподвиг к этому Потом я прошел катехизацию Здесь, в Санкт-Петербурге, при князь Владимирском соборе Вот, ну и Господь меня так взял в свои руки, что не отпускает до сих пор Так меня и влечет вперед, так что я уже сам катехизатор Вот, Божьей милостью Батюшка меня благословил, так сказать, сначала посидеть, помолчать Немножко послушать, как это делается со стороны А потом, несмотря на все правила, раньше срока, так сказать, видя мое стремление Ну и то, что я человек образованный и самостоятельно многоизучающий Вот, он сказал, что ну попробуй как бы уже что-то там говорить людям Вот, и сейчас у нас группа три человека Мы втроем сидим, вот у нас есть как бы старший, да И мы каждый по-своему высказываемся там на те или иные вопросы У нас в течение года проходит катехизация Каждую неделю, значит, каждый четверг вот у нас приходят люди Порядка 30 человек группа Взрослые люди разных возрастов И мы с ними беседуем Ну, немного реакции, немного, так сказать, вопросов Немного рассказывать также вот о себе Свой путь к Богу рассказывают люди и так далее Все это, в общем-то, ну, наверное, себе представляете Георгий Чистяков, по-моему, был такой протеерей Если я не ошибаюсь Он как бы разработал методику вот эту И эта методика вот у нас как раз является такой основополагающей для нас Вот У меня, ну, вот это о себе Что еще? А вам сколько лет? 53 Так, хорошо, слушаю вас У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я только за, я бы сам это сделал Пожалуйста, говорите Значит, проблема следующая Дело в том, что я понимаю свою ответственность перед людьми, которыми я пытаюсь что-то говорить и в моей группе И, кроме того, ко мне также мои знакомые, так сказать, и родственники обращаются с вопросами по Священному Писанию Вот И с одной стороны, казалось бы, чтобы ответственность эту соблюсти, я должен как бы взять уже толкование, ну, наиболее, так сказать, такие известные Значит, известных авторитетных авторы, там, я не знаю, Григорий Низкий, там, или Иоанн Златоуст, да, или кто-то еще из современных, но широко известных И вот это толковать Но есть моменты, есть места в Священном Писании, которые я для себя, вот, читая одного и другого, третьего, а тем более, где они противоречат друг другу Я для себя не нахожу успокоения, меня не совсем удовлетворяют Несколько есть таких мест, вот, и в Ветхом Завете есть, и в Новом Завете, вот, именно те толкования, которые предлагаются Меня этот вопрос мучает давно, но Господь, что ли, я не знаю, не буду хвалиться, но я только радуюсь, потому что Господь иногда открывает такие вещи, вот, которые я сам себе удивляюсь Неужели так просто, да? А почему другие об этом не говорят? Ведь вещи очевидные и, так сказать, не противоречат, так сказать, всем остальным моментам, которые в Священном Писании, вот, как бы, нам даны, открыты Вот, и поэтому я бы хотел поделиться, услышать ваше мнение Дело в том, что я обращался к священникам некоторым, которым, ну, действительно, с которыми можно хоть как-то проговорить Но они очень уклончивы Почему? Потому что, когда они слышат вещи, какие-то оригинальные суждения, да, естественно, отношение такое Ты кто? Ты греческий язык учил? Ты образование богословское получил? Ты сначала поучись, а потом начинай рассуждать Вот, я хотел как-то одному из них напомнить о Силуане Афонском, который образование не получал, но его мы почитаем как богословы Они же сами священники, так сказать, поражаются до сих пор, читая его размышления, да, его богословские суждения Они же с уважением к ним относятся, а он никакого образования не имел И греческое, я думаю, он древнегреческого там или древнееврейского не знал, не изучал Вот такое дело Ну, а теперь бы хотел по существу один маленький вопрос Так, я сначала первый вопрос, а как вы на нас вышли? Откуда узнали, что мы существуем? Через сыну, через своего, он очень такой тоже, это самое, человек, ну, серьезный парень Серьез, по-настоящему верует в Господа Вот, у него трудная судьба Вот, но он очень любит слушать, он полюбил, нашел как-то в интернете вас Он много чего искал в интернете, нашел вас Вот, потом показал мне, значит, ваши видео Мы с удовольствием иногда, значит, слушаем, когда время есть Слушаем, смотрим ваши там и интервью, там, и видео, как бы, беседы Вот, и какие-то диалоги ваши Нам очень все нравится Спасибо за то, что вы у нас есть Хорошо, я слушаю, говорите Так вот, вопрос, один из вопросов, наиболее, я думаю, существенный Почему? Потому что на нем основано, вот именно в Новом Завете, да В Евангелии от Матфея, 25 глава, это притча о талантах Дело в том, что там много разных суждений, очень много противоречий Разные люди, так сказать, уважаемые Вот, ну то, о чем я говорил, в общем Но через нее открываются, как бы, вот через эту притчу Очень многие важные для жизни, для нашей христианской вещи Для меня, вот в частности, это глубоко меня трогает И в конце концов, я пришел к такому толкованию Которое хочу сейчас вам вкратце предложить Там буквально 3-4 минуты И мне нужно вот ваше мнение Насколько серьезно это, насколько это соответствует Понимание вообще в целом Учения Христова Так вот, таланты Таланты, несмотря на то, что кто бы там чего не говорил Для меня это Таланты это ведение Ведение человека о Боге Которое Сам человек, конечно, пытается что-то узнать о Боге Но ведение, исподлинное ведение Сам Господь дает человеку Дает его с радостью Но там сказано, что он каждому дал Кому два, кому пять, кому один По мере их сил То есть мы, имея какое-то разумение Имея какой-то уровень развития интеллектуального Даже душевного развития Каково мое сердце Каков мой жизненный опыт Все это вместе является той силой Которой мы способны принять знания о Боге Вот принимая это ведение, принимая эти таланты Если мы действительно познали Бога Как любящего Отца Как промыслителя То мы не можем удержать вот эту радость А это действительно радость В себе Мы идем, значит, к людям Которые там названы, значит, торгующими И делимся с ними этой радостью И когда мы видим, что действительно нам удалось Передать вот эту нашу радость о Боге Передать им это знание, это ведение И Господь начинает, так сказать, тоже действовать В их сердцах, в их умах И они как-то на наших глазах преображаются И живут уже в ином качестве Да, с Богом Вот Нам это позволяет уже через вот это, значит, наблюдение Еще больше, как бы, продвигаться в своем понимании Вообще промысла Божия о человеке И наша радость, и наша любовь к Богу Она возрастает вот через это Ну это, в общем, так А что касается, значит, вот того Который получил один талант В основном толкователи О нем говорят как-то вскользь А на нем надо очень серьезно остановиться, по-моему Потому что один талант Это ведение о Боге Как о грозном мздовоздаятеле Он действительно является мздовоздаятелем грозным Но при этом он является и любящим отцом Но он этого не понимает Он его знает только с одной стороны Как, значит, взыскующего Как, значит, строгого Как не прощающего, значит, какие-то там Греховные отклонения Значит, и прочее, прочее, прочее Так вот, этот человек Из боязни своей Он, естественно, пытается вот эту жизнь свою проживать Так, осторожненько, да Не греша, надеясь что-то получить И что же говорит Господь? Он говорит, что же ты не дал свой Значит, этот самый Свой талант торгующим-то То есть, почему ты Почему ты, имея страх И видя, что рядом с тобой человек Страха Божий не имеет Идет, так сказать, прямиком туда Значит, в пропасть В ад Почему ты не милосерден к нему? К своему ближнему Почему ты не подсказал Что смотри, Бог накажет Ты даже этого не сделал И теперь ты надеешься что-то получить Ты не милосерден В тебе нет сочувствия к ближнему твоему За это, значит, то, что ты надеялся Ты этого не получишь Вот Вот такое объяснение Но, к сожалению, вот простые мысли Да, логично, все Ну, как бы, на мой взгляд, да В чем я ошибаюсь? В чем я не прав? Я пытался вот Своих знакомых, да, спросить Никто не находил, как бы Да я и сам искал ответ А что же тут может быть ложного? И почему эти простые мысли, так сказать Почему такое, значит, видение Я не смог нигде прочитать? Может, я мало читал? Да вроде я старался искать Разных и современных, так сказать И древних Вот ваше мнение Скажите, пожалуйста Видите, я когда отвечаю Если То у меня четыре параметра По которым отвечаю Первое Святая Библия Это первоисточник Оно называется Словом Божьим Священное Писание Вы это хорошо знаете Второе Это каноны Церкви Книга правил Выпущенная Третье Это творение Святых Отцов От первого века До последнего Но их в то время Надо сравнивать с Библией Сходится Так как канонным Все во свет Библии поставить И четвертое Житие Святых Двенадцать томов Дмитрий Ростовский Вам это не претит, что я говорю? Нет, нет, нет В коем случае Так вот Эти вопросы Они объясняют Действительно Несколько разночения есть Ну вы сказали Вот один талант Что страх Это основа основ Иоанн Златоуз говорит так Что если бы люди были свободны от наказания Они презрели бы обетование вечности Ибо страхом человек более подвигается Нежели обещанием будущих благ Это притча Соломона Первая глава, седьмой стих Начало мудрости, страх Господень Об этом говорит Игнатий Бричанинов неплохо Он говорит Если вот сейчас любят бы любовь Любовь там это все сектанты Это любовь, я по любви Ты не можешь двигаться Пока не испытал страха Божия Страха Гиенна Если этого не было Начни сначала С этого с одного таланта Не с пятого Что если ты не будешь делать Ты погиб Ты никогда не исправишься Ты в ужас пришел Что меня ждет Ну и у нас везде Это на дорогах Там ГАИ Там ДПС Нас пугают все время Уходишь Печь топящуюся не оставляй К электричеству не прикасайся Ну и прочее, прочее Все основано на страхе Вкусишь древо Смертью умрешь Этот один талант Это не то, что Как говорят У меня таланта нету Харизмы нету Это неверно Этой харизмой Наделенной все до единой Меньше одного таланта Это нету Ваше пояснение Абсолютно правильно А об этом говорено Я вам говорю Где говорится У Иоанна Златоуста Это самый плодовитый отец Самый талантливый И он называет иначе Учитель покаяния Вот у нас каждый раз Субботу и вечером У нас богослужение По две проповеди Иоанна Златоуста Но сегодня, правда, батюшка Прочитал Федора Студита Но это тоже святой преподобный Ну, потому что Сегодня вот неделя О блудном сыне Ну, и Златоуста Один прочитал А второй-то надо уже Как будто дальше брать Так что все правильно Никаких претензий нету Наоборот, надо сказать Что вы это делаете А говорит, я узнал И никому не сказал Это старобрядцы Лежало тысячу лет Пусть оно дальше лежит А вот за это ты и ответишь Он зарыл его Не растерял Он его завернул в платок То есть они хранят веру Все как положено Ну, а о благовестии Вообще речи у них нет У староверов Ни у кого Ни у кого Нигде нету А зачем? Кому надо, того Бог сам призовет А вот за это Жестокосердие Ты ответишь Ты ни холоден, ни горяч А вот горячий человек Верой А холод Это как раз Вот это означает Замерз в своем состоянии И Господь накажет тебя за это За теплохладность Но и это тебе не в похвалу будет Если все время будешь холодный Так что мы с разных позиций Заходя, видим, что это Понимание Но оно не полное Ну, там другие есть понятия О талантах какие Там и по специальности Вот вы были военный Строитель Я сам строитель И тоже на военном был Я профессиональный строитель Вот так Так что Только благодарение Богу Я хотел сказать Вот вы проводите Занятия какие У нас катехидаторские курсы Считаются Я в разных университетах Вел занятия Это 500 часов Каждую неделю Два занятия По два часа Две пары часов Так называются 500 часов Практически нигде В мировой практике Сегодня этого нету Как у нас А мы на это не смотрим Почему? Потому что у святых Святой нон-епископ говорит Приходящих от блудной жизни Не скоро допускать до крещения Мы проходим полностью Весь Новый Завет По блаженному профилакту А он говорит Я беру большие части Златоуста Одну книгу Ветхого Завета Берем Песню песней А здесь с откровением проходим И проходим Противосектантские материалы По всем материалам У меня очень большая практика Я 53 года работаю Как проповедник-миссионер Я могу показать Литературу нашу Вы запишите себе Как поговорим Я в конце вам сброшу сайт А у меня все это есть Мы планируем Все ваши книги Приобрести с сыном Вот Вы напишите Тогда мы можем В третьем томе На всякий случай Щеркните У меня 30 томов Открытым оком Это в книжном варианте А так-то 33 В интернете Каждая книга 752 страниц Это не брошюры Я знаю, знаю Третий том Это пособие По изучению Евангелия от Марка Это вся хокетизация И дальше рядом У меня вышел Трехтомник Нового Завета Толкование Лучший Самый полный Впервые за 2000 лет С откровением В одном комплекте Там 240 иллюстраций Гюстава Дарем И раскрасили Я даю 297 комментариев Приближаясь К современности По другим святым отцам Расширение О Слове Божьем И о благовестии По двум параметрам Только беру Так что Если у вас это будет В таком варианте Даже в книжном Большего желать и нечего Там все абсолютно Все Я понял Мы планировали С сыном Ваш полный комплект Книг приобрести Мы говорили с ним Последний раз Об этом месяца два назад А пока все Не собрались Но соберемся обязательно После этого разговора Я думаю Подведем Это 24 с половиной тысячи стоит И пересылка Пересылка сегодня Не дешевая Но все равно Она не больше Трех с половиной тысячи будет Вот в этом размере Это не проблема Тем более Мы покупаем на двоих Это 30 килограмм И на полке занимает метр сорок Я понял 30 килограмм Я понял Ясно У меня очень и очень большой опыт Я все время Все записывал Отвечал на вопросы Ну и вел занятия в милиции Во всех отделах В воинских частях Там заводы Это Бог меня посылал Самому это невозможно сделать Это только благодать Божия Благодать и благодать Понимаю Прокуратура и в КГБ И в тюрьмах Тем более сам я прошел пять тюрем Мне это опыт Я не теоретик Я практик Вот земля заброшенная Мы получили участок Добились статуса Сейчас деревню православную строим Вот с детьми Детей много беспризорных Ну поговорили дальше Это что Господь позволил Благословил Создали лагерь Я его создатель И 44 года начальники 44 Тысячи детей И сколько изменений в детях И мы ниоткуда ничего не получаем У нас вообще ничего нет И Бог все дает Ну вот говорят Заключенных много Я в 17 лет сотрудничаю с тюрьмой Сотрудничал Конкретно Тема И конкретная работа А да кто его знает Действительно Не сеем 100% ничего нет А сеешь напополам То ли вас заряжат То ли нет Мы много о вас знаем Так что и про лагерь знаем Мы смотрели Про потеряем Все нам известно Спасибо Я тогда не хотел бы Злоупотреблять вниманием Ничего Я сейчас свободен Мы братьев отправили На раздачу Евангелия Благовестия И я остался один Тут у меня свободное время Я на самом деле Как сказать Это же не единственное толкование Которое Кстати Иоанна Златоуста Я конечно читал И читал его толкование Значит на Вот то о чем я вам сказал На притчу о талантах И что касается Вот этого человека Получившего один талант То есть всего лишь Начальный Так сказать Вот этот страх Божий Да Но не имел Так сказать Сочувствия к людям Так вот У Иоанна Златоуста На это Ничего не сказано К сожалению Почему я И задаю вопрос вам Ну ладно Спасибо вам за то Что вы согласились со мной Это говорит о том Что мы с вами Как-то Одним духом питаемся Я хотел добавить Что Иоанна Златоуста Что он говорил Записано далеко не все И далеко не все Сохранилось Столетия назад Только нашли еще один том У армян Теперь он четвертый том Столетия 3 Кажется Шестой том только нашли И псалмы Он толкует пятый том И у него псалмы Иногда с прорывом идет А они утеряны Ну ведь Речь-то идет не о двух днях А больше полторы тысячи лет Четвертый Да Он в 407 году умер-то Да Так вот Тогда второй вопрос Тоже По-моему он в 507 году Даже умер Не помню Я знаю что Четвертый или пятый Ну нет Слушай Очень важный вопрос Чрезвычайно И к сожалению Я вижу ошибки Толкований много разных Я прочитал Но совершенно не ложится мне на сердце Ну вот отказывается оно принимать Почему отказывается Потому что По этим заповедям Мне завтра жить Мне какие-то решения принимать Мне какие-то советы человеку дают По жизни Обращаются с советами Да даже моя семья Вот А мне на сердце не ложится Вот что такое Самые вот эти Заповеди блаженства На которых Я не знаю Сколько людей Спотыкаются Да Сколько всевозможных Значит Мнений Даже на одну только первую заповедь На нищету духовную Сколько всего написано Вот Я тоже размышлял очень много И сейчас вот пришел Ну в кавычках Да К еретическому К еретическому Суждению такому Что на самом деле Сам подход К рассмотрению Значит От этого вопроса У многих просто неверен Сама вот Основная концепция Вот что я вижу Что я понимаю Может быть Вы меня поправите Если так сказать Я в чем-то не прав Дело в том Что Вот эти Значит Блаженные нищие духом Да Или блаженные там Плачущие Вот Те кто пытаются рассуждать Рассматривают это Как какое-то Состояние Которого человек Должен якобы достигнуть То есть Он должен достичь Вот этой нищеты духовной И сплошь и рядом Вот такие размышления Я считаю Что все наоборот Я считаю Что Господь Говорил это Тем людям Которые Так сказать Не зная еще Ничего Не ведая Об его учении О том Что он значит Создает Новую значит Церковь Да Что Эти люди Как бы Своей предыдущей жизнью Были Предуготованы То есть Кто войдет В мою церковь Тот Кто Действительно Чувствует Что в этой жизни Ему не на что Опереться Что ему плохо Что он страдает Что он Кстати Один исследователь Современный Говорит Что у нас Слово Плачущие Переведено неверно Там На самом деле Правильнее было бы перевести На современный русский язык Это скорбящие То есть находящиеся Именно в каких-то Тяжелых скорбях Вот Так в чем же Блаженство от этой скорби Блаженство в том Что Господь Как бы говорит Кто сегодня В мою церковь Войдет Кто готов К вхождению в церковь К вхождению церковь Готов тот Кто Страдает Тот Кто Действительно Испытывает Эту нищету Духовную Что Ну Сокрушение сердца И так далее Тот Кому Тот кто беден Тот кому плохо Или Или допустим Кто в мою церковь Войдет Тот кто Милостив к людям Потому что он там Встретит кого Он там встретит Плачущих Которым он Свою милость Сможет обратить Помочь им То есть Блаженны те Кто действительно Ищут Вот Того Чтобы войти В сообщество Такое В котором бы они Друг другу Могли помогать Содействовать Утешать друг друга И тогда вот с этими людьми И я буду с ними Там где их Дух Святой Вот соберет Вместе Да Где они научатся По новым моим Так сказать Правилам По новым моим Заповедям Которые я им даю Во взаимопонимании Значит В взаимоподдержке В любви Жить Там и я с ними Я уже незримо Буду им помогать И тогда вот это Блаженство они ощутят Войдя в церковь То есть это Первоначальные А те которые Которые Духом значит Своим Сильные Как они считают Они богаты Они радостны Им не нужна церковь Им не нужны люди Они им нужны Только в качестве Как Подчинить их себе Использовать их Вот что И вот так вот Господь И разделяет Что мне В мою церковь Войдут именно эти Им нужен бог То есть я пришел Спасать погибающие И вот если вот так вот Рассматривать эти Заповеди блаженства На мой взгляд Все стоит как-то На свои места То есть блаженство Заключается Во возможности И в желании Войти в церковь А уже дальше Эти блаженства Будут только возрастать Те кто сегодня Нищ духом Они обретут Эту силу духа Благодаря поддержке Своих братьев И сестер И благодаря Незримому Действию Благодати Божией Когда вот В этой церкви Присутствующей Разве апостол Павел Не говорил о том Что все могу В укрепляющем меня Иисусе Христе Разве это нищий духом Это сильный духом И бодрый человек Он готов горы свернуть Я его понимаю А мы говорим Что вот надо Всю жизнь свою Будучи со Христом Развивать себе Эту нищету духовную К сожалению Я считаю Как-то Совершенно все Как-то перевернуто Очень обманчиво все И я вот вижу так В чем я не прав Инатиш Ну Понятие сказать Неправ нельзя Но и ограничиваться Этим нельзя Мы в процессе развития Все И в законченном виде Мы никогда Не достигнем Почему Потому что Бог свят Он есть Самосущественный Вот это слово Оно малоизвестно Самосущественный свет А мы свет Получаем от него Как отражение луны Он Самосущественная любовь А у нас любовь идет То что он дал нам Понять и полюбить Вот это надо держать В памяти И когда говорим о нищете духа Это действительно так Когда мы себе Ничего не приписываем Павел говорит Потрудился Впрочем не я Но благодать Божия Которая со мной Иной раз Такие события Складываются Ну в самом деле Я расположил Это человеку Вроде бы И в этом самом Мы должны увидеть Недостаток того Я не расположил бы Если бы Бог Погодные условия Не дал бы Свет У него дома Несчастье И вот все это Так сложилось Слепилось Сцепилось Когда я Нуль А все Бог возвращающий Вот это полная Нищета Но к этому Надо стремиться И когда говорится Что совершенная любовь Изгоняет страх Не любовь Изгоняет А совершенная Любовь Любовь настоящая Приводит к страху Ведет в страхе А совершенная любовь Это любовь Которая Привела тебя От тебя на небо Только там это будет На земле Совершенной любви нету Потому что Здесь все на страхе Павел говорит И так Со страхом И трепетом Совершайте свое спасение Совершайте Ибо многие Потерпели Кораблекрушение Верь Не без веры Потерпели И так Ты стоишь Не гордись Но бойся Если природные ветви Евреи отломились Не тем ли более Ты Который привился К той лозе Берегись и бойся Вот это Бойся Означает Не притягивай к себе То что ты сделал Бог это сделал А людям это не понимают Павел говорит Он гордится Он говорит Проще мне я Но благодать Божия со мною Поэтому то что вы сказали Это никак нельзя Провергать И не нужно Но привести Вот Вы говорили церковь Я вам углавлю А что имеете В ведущий человек Церковь Тут нужно разъяснение Если вы церковью имеете Небесное торжествующее Все правильно А если это земная Которая не поймешь что Так все твои блаженцы Тебе только мешать будут Тут сильный выживает Тут имеющий связь с архиереем Церковную структуру Вписавшись С властями ладищи В КГБ быть соглядатаем Вот тогда ты пойдешь Расти по этой лестнице До патриарха Все у тебя по боку тогда будет А нищета духом Говорит именно об этом Теперь вы сказали Нищие Которые плащущие Сказали скорбящие Вы на будущее только запомните Вот что Чтобы если встречаться еще будем Я абсолютный сторонник Синодального перевода Библии Я в свое время Занимался на семи языках То есть маленько знаю что такое языки У немцев собрание проповедало на немецком языке Но На русском переводе Споткнутся все Они не смогут отечить его от оригинала Сегодня мизерное знание Начинает по одному слову как-то выворачивать Они перевели Именно плащащие А плащащие это и скорбящие Но скорбь приводит скорби другой Плакал Иисус прослезился Не просто воскорбел А прослезился написано У гроба Лазаря И так Он отрет всякую слезу Скорбь не вытирают Писание говорит Отрет всякую слезу И надо просить дар Мне это было понятно И когда я его выпросил Я не мог остановиться Проходит день-два У меня как-то линолеум размок под ногами Открывается вся бездна твоей жизни И все что вокруг А часто ли это бывает В моей жизни не более как пять раз было за всю жизнь Вот такая скорбь Человек пал Отступил Я еду туда Я уже не нахожу покоя в себе И теперь день превращается в ночь И ночь в день То есть все время одна молитва И столько людей видят Что я чернеть начал Организм обезвоживается от слез Это Бог делает Это не человек Человеку это нельзя сделать А он не будет Жириновский плакать Не будет Жванецкий там Или задорно вплакать Он не знает что это такое А слезы Феофил плачливый Житие такое Собирается у Бога Ангел собирает И слезами омывается душа Как Златоуст говорит Растение Росой омывается Слезами Так что А слеза чего? От скорби какой-то Слезы бывает Слезы радости Они тоже приветствуются С радующимися радуйся Со скорбящим скорби Но с радующимся радуется намного труднее С чем со скорбящим поскорбеть Вот видите Пройдет, говорит, человек Огонь и воду Медная труба Огонь это испытание Вода это когда разная А медная труба Это похвала Когда ее так трудно переносить Люди-то не знают О чем говорят Это поговорка Но она Затрагивает глубины Дальше и говорится о блаженцах Кто одну из малейших заповедей нарушит Малейшее наречется Никуда от того, что сказали святые отцы Малейшая заповедь Названа не потому, что она меньше какой-то Юнейшая То есть самая молоденькая Их девять блаженств Только что сказано А заповеди Десятисловия Декаполита Он уже был И вот это Кто малейшую нарушит Малейший наречется в Царстве Небесном Да как? Нарушил и в Царстве Малейшим означает Ничтожным Брошенным в огонь Вот какое толкование Сектанты вообще этого не понимают Так он же в Царстве Небесном Царством Небесном Называется пришествие Христа Послание к Тимофею Он пришел Он Царь И с ним Царство И когда будет суд Ты малейшим наречешься Блаженны нищие духом У тебя нету Ну скажем Блаженны кроткие нету Как ты войдешь-то туда Когда ты гордился Гордебачил Не войдешь никуда Вот это толкование Ставит все на место Толкование должно быть такое Чтобы оно не противоречило Ни одному месту Святой Библии Если хоть в одном месте не сходится Ну мало что там сказал Моисей Надо чтобы подвести к одному Если не сходится Значит надо задуматься Остановиться Толкование должно быть такое Чтобы это цепь Единая цепь Звенья золотой цепи Одно за другое должно и тянуть буквально Какое место не возьми Вот сегодня блудный сын пришел То другое И начинает там Добавлять какие-то слова А их нет нигде этих слов И говорят что вот Там этот Вчера было там Фарисея Там Гартанабесия Было Гартанабесия Было у Исава Исав поминается Брата Якова Когда Откуда Гартанабесия Если было Так это у отца его Он хотел есть А что Исав То ел даже нет Даже маленькой деталькой Видно что не знает писания Я вот когда разбирал У меня на форуме Там есть Разбор выступлений Я разбираю Ну допустим 56 или 60 Вопросов и ответов Митрополита Смоленского Кирилла Теперь патриарх Который Дальше Разбираю Старобрящевского Митрополита Андриана Разбираю Там Козлова Который там Алексея Второго Все примерно Отвещают Шесть вопросов Только правильно На 60 Это не больше 5-10 процентов Остальные Неверно Отвещают Я полностью Беру в книгах Своих Ему вопрос Его ответ И дальше Отвещаю Как надо И почему Он неправильно Ответил Даю такой ответ Это никто Такого разбора Не сделает Он бы хотел Ему не сделать Почему Здесь надо Четыре параметра Держать Знать Святых Отцов Каноны Конечно Священное Писание Знать Любое место Писания Это Бог делает Это невозможно Вот мне говорят А вот у него Такая память Но ведь я и провел Тысячи Тысячи часов За Словом Божиим Я просил У Бога Этой мудрость Я отстаю По-серковно-славянски В церкви Если 2-3 слова Рядом сказали Я мгновенно Мог сказать Какая книга Какая глава Какой стих Библии Тут же дома Не искать То есть у меня Симфония Вот здесь вот Все время А как это может быть Я ответить не могу Вот когда Псалтирь Читает И бывает Одно В окончании букву Одно добавить И Я останавливаю Там союза нет Посмотри Он смотрит Союза нет И дальше я уже укоряю Разве можно так Слово Божие Не добавить Не убавить Ни одной йот И черты А вы буквалист Буквалист Фарисей Но из Фарисея Получился Самый великий апостол Из Саддукея Ничто не один Фарисей это православный А Саддукея это сектанты Это надо все знать Сектантство В чем заключается Это расхождение С генеральной линией церкви Толкование и прочее И отрицание Института священства Не надо священники Все мы священники у Бога Это секта А старобрядцы Которые отошли Это не секта Они даже не понимают Миссионеры Это раскол И раскол произвел Не старобрядец А Никон произвел Он расколол Церковь до этого Все молились Сергию Радониски двумя перстами Это равно спасительно Теперь уже признала И патриархия Но не надо говорить Глупости-то Как мог провозить Раскол Человек-крестьянин Живущий в деревне Ему говорят А с сегодняшнего дня Ты должен щепотью молиться И вместо Аллилуйя-аллилуйя Говорить Аллилуйя-аллилуйя-аллилуйя Три раза Он говорит Мы так молились Неправильно А как молиться так Руки Пальцы рубить И сразу поняли Антихрист пришел Понимаете Надо везде Доходить до конца Не приглядываться Нравится Мои слова Там старобрядцам Или Кириллу Или Президенту Не надо об этом думать Ты перед Богом И сегодня умрешь Чем предстанешь Бог не образовал Миссионерских отделов Других Он образовал душу И дал Духа Святого И в нас должны быть Не просто чувства А чувствования Тончайшее разумение Судеб Божьих А что Бог хотел сказать Вот мне вопросы Постоянно Отовсюду идут и идут Я не спешу ответить Если не знаю Я говорю Я не молился Ну сейчас Сного порядка бывает Вот я помолюсь И бывает месяцами Ответа нет Внезапно Я даю ответ А как Что написано Я показываю на Слово Божие Вот ответ где Когда Слово Божие Она подняла Прочитала Теперь запиши И пойди К священнику К своему Духовнику И с ним вместе Теперь этим словом Позанимайся Он тебе ответит Я не отвечаю Зачем Я не пророк Но я вымолил у Бога Стих Откровение Божие Это Бог сказал тебе Бог Не Игнатий Не Евгений Бог сказал И ты скажи Вот Божий ответ Но я не разумею Батюшка Помоги мне разобраться Отдавать дочь свою Или не отдавать Ехать туда Или не ехать Из-за границы Вопросы сложные Меняет весь смысл Жизни даже может быть И ответ должен быть Согласно Слову Божию Вот вы сказали о чем Проверьте себя Сами себя проверяйте По Слову Божию По Библии Теперь вы сказали Я думаю так Теперь по Библии Не доказал остановись Это может быть неверно Так теперь посмотрел Как толкует Это блаженный Фефилак Это основной Он выбрал Из всех святых отцов Нашел Теперь другие места Библии Говорят Посмотрел Не противоречат Благодарю тебя Господи Ты меня спас От заблуждения Я ничего не знаю Я нищий Вот это есть Нищета Духа Мне не открыто Лично у меня образования Никакого нет Духовного И мне говорят Если бы ты учился Вот как вам Я говорю Мою душу никто не корежил Глупостями семинарскими Не забивали голову Вас учат в семинаре В академии Для того чтобы Любое безумие Оправдать могли Вы трясетесь Перед архиереем Как Андрей Кураев говорит А Игнатий говорит Все равно кто Что думает о нем А мне говорит Не все равно Я говорю Думаю что Епископ скажет А зачем Ты лез туда В дайкана Чтобы быть свободным Надо быть свободным Бог избирает Пророков Из пастухов Без всякого образования Но ты образовываться Будешь дома И университеты дома Кончать Как ломоносов Бог Любовь Бог Все время помни А как открыто А Бог Это Григорий Ефимович Распутин говорил А Бог Вот это ответ Со смирением Прими Что услышал Понял Спасибо Единственное Только у меня Остался вопрос По блаженствам Все таки Значит Можно полагать Что там Какой то звук Непонятный Можно полагать Что Вот то Те слова С которыми Господь Обращался к людям Того времени Да Вот об этих Об этих блаженствах Это как бы Для них было Предварительное Ободрение Какое то Может быть Да Нет Это эталон Эталон К чему мы должны стремиться Все до кончания века Это не к тем людям Только обращение было Это ко всем Во все времена А зачем мы поем в церкви то Те люди ушли Они ответят за нарушение Этих малейших заповедей Это заповеди А заповедь дается Ко всему Человечеству До конца мира Мы должны В каждом В каждой этой заповеди Шлифовать себя Я сегодня увидел Вот уже который день Я не плакал Понимаете Скорби Я все Слез нету Я уже скорблю Что такое Там человек пал Там говорят Вот человек Сейчас слышали Не знаю Насколько достоверно Рамзан Кадыров Подал в отставку Это большая трагедия Для России Если он уйдет Надо видеть У меня от него Даже благодарность Если я там был Надо понимать Что человек на себя взял Он по лезвию Нажав все эти годы шел Он сдерживающий Щит Там сейчас Господь так сделал И надо молиться о нем Чтобы Бог его оставил Да Я знаю Об этой новости Значит Я понял так Что вот Мое представление О том Что это Не столько Обращение К тем людям Чтобы Так сказать Ободрить их Для того Чтобы они Вошли именно В церковь Христову Да А сколько Только лишь Назидание нам И состояние Которое мы должны В себе развивать И к которому Должны стремиться Вот Я-то полагал Все-таки Что это И то и другое Одновременно Для тех людей Как бы Первоначальное состояние Которое они Отчасти Получили До Вхождения В церковь Да Вот он Он скорбящий Он нищ духом Он бедный Он малый Вот Он обиженный Вот Он легче воспримет Вот этот призыв Войти в церковь А дальше Вот Это его состояние Вот этой нищеты духовной Оно в нем Не будет Как бы Нивелироваться Да Оно никуда не уйдет Оно наоборот Будет еще больше И больше в нем Развиваться Но уже в другом Качестве Я думаю так Но я думаю Что все-таки Здесь и то и другое Для тех людей Которые еще не в церкви Это как бы Условия Более Благоприятного Их принятия Вот этого Предложения Войти в церковь Христову Да Получить от него Помощь Получить спасение Вот И это качество Эти качества Уже будучи в церкви В себе не растерять А Господь В нас Благодатью Будет в нас Их только развивать И этот плач Он уже будет Не тем плачем Скорби обычного человека А уже будет Тем благодатным плачем Уже Так сказать Очищающим Вот этот катарсис Производящий И так далее Я понял идею Правильно Христос об этом сказал Говорит Книжник Научен Царство Небесное Выносит Старое и новое Старое С чем ты пришел И дальше В этом все время Совершенствуется Он думал Что все нормально Но опять На молитии Бог показал Вот Ефрем Сирин Он был очень гневливый Ефрем Сирин И он боролся Буквально всю жизнь С этим А Господь Помог ему Это не просто так Хорошо что Иоанн Кронштадтский О себе писал дневник Он постоянно раздражался Опять дьякон накадил Говорит Мою Митрузу Я так разгневался Я разгневался На того-то там Кухарка какая-то С ребенком Шумела Мешала говорить Я так разгневался Но я помолился И Бог простил меня То есть он имел Живую связь с Богом Он так по-детски Надо молиться Он называл это Удобоподвижностью души То есть мы постоянно Вот это Да Именно так Если еще минута Можете позволить Не оговаривайтесь Я слушаю внимательно Чрезвычайно важный вопрос Для меня Когда ты тоже Вы знаете У меня тоже бывает такое Вот жена у меня бедная Она Ну что ты опять С тобой не поговорить ничего Ты велись в каких-то мыслях Я тебе вопрос задаю Ты меня не слышишь Я говорю Не могу Что-то меня беспокоит И все И вот я ношусь С этой мыслью С одной или с двумя мыслями Ношусь А у меня работа такая Я столером сейчас работаю У меня маленькая мастерская Я делаю мебель На заказ Вот Очень благодатный Такой стань Я радио там православное Слушаю иногда Лекции там у меня есть Это самое Богословских Богословских курсов Тоже слушаю Включаю А сам значит ручками Там что-то там Мемер делаю Вот Но не важно И иногда бывает такое Вот утром иду Значит В душе моюсь Это уж как правило С утра почему-то бывает Голова светлая что ли И я с души чуть ли не мокрый Там лечу Жене Я говорю Наташа Послушай Вот это Вот это И вот это Она с чего ты это взял Ты что об этом сейчас думал С утра только проснулся А вещи такие Ну вот откровения именно Которые Господь дает Как-то открывается Вот это Подлинное понимание Тех или иных Слов Христа Или еще каких-то там Значит Действий И так далее Ну не важно Так вот Одно из таких откровений Я Всерьез хотел понять Что касается Испытания Того Которого Которое Аврааму Послал Господь Вот И Я почему-то опять-таки Ну нигде не мог найти Именно Конкретного И Знаете Облегчающего душу Ответа Да На этот вопрос А почему А зачем А для чего Вот И когда размышлял Я говорю Ну я не знаю То ли два То ли три месяца Прошло Почему-то как-то Мне открылось Вот И я бы хотел Опять-таки Ваше мнение Я представляю себе так Во-первых Человек Вот Авраам Да В данном случае Если он Вот такое Благодеяние От Бога Получил Будучи Праведным Он не мог Он не мог Жить спокойно Вот с теми Не от горя Человек от горя Бывает Живет неспокойно А тут от счастья Человек Спокойно Еще по-моему Более беспокойным Будет Почему Потому что Ну а как он Богу может Вообще ответить Да Адекватно Вот на такое Великое благодеяние Которое он получил Которое простирается Там на века Что-то там Как этого самого Как песка морского Будет Потомство Да И звезды на небе Вот То есть Вот это его беспокоило И я думаю Что вот на это Его беспокойство Внутреннее На это переживание Что он Он чувствует Своё недостоинство Перед Богом Каждый день Его ощущает А благодарить Словами Бога Ну вы сами понимаете Что А какими делами Ну какие дела Могу Человек Да Вот совершить Чтобы Богу Так сказать Отблагодарить За такое великое деяние Так вот Я думаю Что Господь Именно на такое Его переживание Вот На такое Его беспокойство Именно ответил Вот этим действиям Вот этим испытанием То есть Испытание это было Не столько Вот как проверка Какая-то Или как наказание Что бы там не было написано В Священном Писании Я говорю Может быть я дерзко Это себе представляю Но От меня никак не отходит Эта мысль Что именно Как дать ему испытать Тот способ Действительного ответа Адекватного Который бы он мог дать Богу Максимум того Что он мог дать Вот В качестве благодарности За это Подтвердить Свою любовь Действием Вот этим действием Это первое И второе Что в этой же Самой В этом же рассказе Об Аврааме Я думаю Что Господь Дал ему Испытание Это Для того Чтобы он И шествуя К месту Принесения Жертвы Очень серьезно Поразмыслил Над тем вопросом Что я мог Чем я мог Богу не угодить За что он так Меня Значит Лишает Своего обетования Что Якобы я не оправдал Я сначала Был угоден Богу Он ответил Значит на мою молитву А теперь я Значит оказался Чем-то ему не угоден И чем И вот я думаю Что он же там Три дня по моему шествовал Там три дня пути было Насколько я помню Вот До этого места До этой горы И вот я думаю Что он не мог Никак Как бы Отделаться от той мысли Что наверное Я все-таки Чем-то был Богу не угоден И я думаю Что к конце пути Вот к концу пути этого Да Наверное все-таки Он Вот как Иов Да В свое время Осознал Что да Действительно Я Не был Угоден Богу Я действительно Перед Богом Виноват Вот он мне Такое благодеяние А я значит Вел себя Не так как бы Он так сказать От меня ожидал За это Он и лишает Меня сейчас Вот этого самого Значит Своего Своей награды Вот это Несмотря на то Что апостол Павел Говорил о том Что он Ведал Авраам Что Господь Значит При воскресении всех Воскресит Значит и сына И так далее Но мне эти слова Они не убеждают Потому что Апостол Павел При этом не говорит О второй Более существенной Части обетования Что потомство Исаака Будет Самое Многочисленным Это еще более Так сказать Высокий дар Для Авраама Не просто даровать ему Сына там И все на этом А потомство продлить Вот что он Желал Апостол Павел Об этом ничего не говорит Поэтому Обетование Так или иначе Значит С принесением Жертвы Исаака Оно бы Было Так сказать Нивелировано Все Оно бы Так сказать Не состоялось И воскресение Всеобщее Здесь в данном случае Не помогло Вот извините Я может быть Многословно это говорил Да Но старался Как бы вот это все Более Внятно Есть такое Среднение Господи Избавь От избытков Пытливого ума Я лишен был этого Мне это не дано Вот это страдание Ваше Мне откровений Никогда не было Одно маленькое Было Одно маленькое Человек Враг-человек Сделал это Почему именно Человек Враг-человек И то Ой-ой-ой Мне казалось больше Я изучаю Святых отцов Подряд Вот на нашем сайте 12 томов Златоуста Насчитанное Мной И вы включите И слушайте Жития святых Можете оттуда Скачать И слушать У меня 50 книг Насчитанных В этом вопросе Я вам не помощник Я очень боюсь этого Боюсь Я знаю Такие как Павел Флоренский Считаем Александр Мень Бердяев Их всех куда-то Заносило Уже столько Открыто Начинали лезть И они впадали И в ересь И все Я этого лишен Не написано Нет чего Библии нет О том не рассуждаем Святой Иоанн Златоуст Нет этого А действительно Он думал Что разочаровался Бог в нем Поэтому сына отнимают Нигде это не написано Вы туда не заходите Это Разных вариаций Проигрывать нам не дано Нам дано только понять Что он был верен И верил Что Бог может воскресить Воскресить сейчас Он зарежет И вдруг опять голова на место И он поднялся И пошел Не когда-то А именно сейчас Потому что потомство Обещано было в Исааке Вот так Я никогда не захожу на это В Библии нет Не рассуждаю Во мне многие люди Разочаровались Именно поэтому Вот Я в больнице как-то Приехал А там Был врач знакомый И он обо мне уже рассказал И тот профессор Меня сильно хотел видеть Но только я с операцией встал И он пришел И со мной поговорить Он один вопрос задает Я ему сразу Место писания Пророк Осия Говорит вот так-то Что-то задал вопрос Я говорю Тимофея Глава такая-то Так у вас свои-то мысли Есть или нет Я говорю Зачем Меня своих мыслей тошнит У меня мыслей очень много Я много-много считал У меня тонны литературы Тонны Вот как Архив только газетный Тринадцать с половиной метров Семьсот пятьдесят килограмм Это я потомкам оставляю Я сам переплетчик Поэтому книги редкие-редкие Ко мне Раритетные попадали Но я больше всего Боялся уклониться От святой Библии От толкования Святых отцов От канонов И в этих рамках Меня Бог провел Я никогда Стараюсь не спорить Тем более с католиками Никогда Почему? Филиоква От сына От отца Половина святых отцов Понимали от отца Другие понимали отца и сына Как Григорий Низкий Еще теперь будем От этого спасение не зависит А спасение зависит от того Люблю ли я Бога Иначе мне анафема Добавляю что-то в Библии Или нет Галатам 1 глав 8-9 стих Даже ангел с неба Будет говорить Или мы апостолы Не то что написано Анафема Бойтесь попасть под эту анафему Никак Не позволяйте Скажите Я вот это просчитал И с этим женой поделись А так откровение От меня моя жена Ни одного откровения не слышала Нету А есть ли у вас свои мысли Я говорю А я вас сразу узнал Профессор А как? Так вы еще в раю К Адаму подходили Вы хотите меня За ограду Святоотеческого толкования Перебросить За Библию И там вы меня растерзаете Никуда я не пойду Я здесь буду стоять На берегу спокойствия Вот Это ограда Ловите нам лисицы Лисицы лисенят Соломон Говорит в Иксиасте Я знаю о чем говорю Ровно 53 года Я держусь Это И меня туда никогда не заносит Вопрос Он считает Я вижу не по Писанию Важные люди Выступает там один Священник Другой Третий Ко мне вопрос И я на вопрос отвечаю 10-15 мест Библии Без толкования Непонятно Толкование добавлю Блаженного Пепелакта Очень просто и легко Бог сказал Он доверился мне Бог Что я испытаю Он говорит Испытайте меня Десятиной приношением Вот Благословений много Отца, мать Чти, будешь благословен Но первое благословение Аврааму дан Никогда не проклинай евреев Запомни это Никогда Никому не прислоняйся Евреи Не досягаем для нас Так они отступники Это вопрос другой Они ответят Я молиться должен за них Господи Благослови Чтобы они тебя приняли Настоящий Мессия А не этого Машиаха Который придет Который в храме Соломона сядет И последнее Малахия Третья глава Платить десятину заработков Со своей столярной работы Десятину Десятину И проклятием вы прокляты Что обкрадываете меня То есть Не просто воруете Десятину А у меня Она Божья Она приложена К моему заработку Я на нее не имею права Тронуть Только взять и передать могу Передать ее Десятина А вот теперь Отца, мать, детей Эти благословения Между двумя этими гранями Авраам и Десятина Первое бытие И дальше Книга Малахии Последняя книга Библии А в Новом Завете Эти благословения Во Христе Иисусе Что мы его приняли Взошли на Голгофу Что мы омыты Кровью его И теперь Бог доказал свою любовь Тем, что мы были Грешники И возлюбил На меньшего не согласен Почему Слово всем Четыре раза Всем умом Всем сердцем Всей крепостью Всей душою Богу Оно будет судить Мне это открыто В первый день Раз оно будет судить Все остальное Теперь я должен Проверять в слове Через эту призму Священного Писания Если не так Жизнь моя была напрасная Мне место в аду будет Вот если это подходит Мы будем дальше Встречаться и друзья Спасибо за дружбу Спасибо Игнать Тихонович Я тогда Это самое Не буду На этом Единственное Что еще По поводу того Что вы сказали В отношении Слова Божьего Да Да Конечно Конечно Это с одной стороны Хорошая Как бы Гарантия того Что тебя никто Не уловит Да В твоих Смышлениях И так далее То есть нужно быть Всегда Что называется Смиренно мудрым Вот Но тем не менее Всегда хочется Как-то Людям помочь Тоже Когда люди пытаются Значит Осмыслить Вот И поэтому Все равно Мы не обойдемся Без этих толкований Мы не обойдемся Другое дело В свое толкование Как можно больше Включать именно Связи вот этих То что вы сказали Вот про эту цепочку Да Я на самом деле Тоже Когда-то Довольно давно Уже дошел Своим умом До того Что настолько Все В писании Связано Вот этой логикой Да И вот эта цепочка Это вот этот образ Да Вот этой цепочки Он у меня выстроился Так сказать Давно И это мое правило Вот Которое у меня Так сказать Глубоко в сердце Вот Если можно Последний вопрос Давайте Вопрос Касающийся Смирения Дело в том Что вот само слово Смирение Оно звучит В священном писании Но нигде За исключением Может быть Одного маленького места Значит Не объясняет Что это такое И поэтому Вот читая Даже Вот И Книги В которых Собраны Всевозможные Значит там Рассуждения Различные Святоотеческие В основном Да Вот у Пестова Николая Евграфовича Может быть Православная Современная практика Православного благочестия Может слышали Об этой книге Вот Там именно Собрана Вот такая Симфония И в конце концов Он значит Там приводит Пример такой Что вот Иоанн Лесточник Призвал троих старцев Скажите Что такое смирение Они по разному Ему сказали Он говорит Нет Не то Не то Не то А вот это Смирение И то Я сомневаюсь Так вот Я тоже Пытался изучать Это Потому что Для меня важно Я хочу иметь Вот это Смирение Мне кажется Что смирение Это Вот Господь Говорит Он не говорит Что я смирен Он говорит Что я смирен Сердцем То есть Нужно понимать Что именно Это некая Сила Да Условно Назовем Что живет Именно в сердце Человека Вот Потому что Внешнее смирение Не значит Ничего Так вот Если я читаю Значит Рассуждения Значит Каких-то Даже Святоотеческих Где они пишут Что вот Видение своих Грехов Там значит И прочее 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 В этом Смирение Не заключается Я сразу Вспоминаю Христа А какие у него Грехи были Какие он Грехи в себе Видел Значит Это что-то Другое Вот И я в конце концов Представляю себе Следующим образом Вот мое представление Об истинности Сегодня Об этом слове Таково Что смирение Это некая сила Влекущая Меня Стать Частью Сообщества Людей Близких Мне по духу Не быть Значит Как бы Среди них Используя их Своих интересах Для развлечения Там Для того Чтобы мне было Не скучно И так далее А именно Как-то Служить им И радоваться Их радостью То есть Вот это слово Счастье Как соучастие В каком-то Большом Общечеловеческом Деле Вот Вот это Во мне Живущее Укорененное Вот это В сердце Чувство Быть Частью Вот этого Сообщества Если я Имея Определенный Разум Определенный Жизненный Опыт Понимаю Что войти В это общество Я не могу Просто так Со всеми Своими Безобразиями Которые Я нажил Своими Своими Грехами Меня примут Если я буду Достаточно Кроток Если я буду Достаточно Уважительен К людям Если я буду То Я буду Все И так далее Если я буду Служить Если я буду Более Полагать Значит Благим Для себя И для людей Значит Блажение давать Чем принимать Если я буду Стремиться Именно давать А не принимать Тогда Эти люди Меня примут И тогда Я смогу Занять Вот там Свое место Неглавенствующее Не как там Значит пуп земли, а именно как часть служащей и этим довольной и этим радующейся. И вот это есть сама, как говорится, сердцевина этого смирения. А все остальное, о чем написано, что смирение это то, смирение это все, смиренный человек такой, смиренный человек сякой, да, это все как бы производные, они прилагаются, самая главная движущая сила, это влекущая меня к людям, но не просто к людям, вот как я сказал, да, чтобы использовать их для себя в своих эгоистических, а для того, чтобы влиться в общую радость, стать служителем, стать, значит, вот этой силой, которая вольется в общую силу, в общую радость. Вот я думаю так, может быть сложно, не знаю, как я себе правильно представляю это или неправильно. Может быть, вам это надо будет еще раз продумать, вы часто говорите, что быть в сообществе и церковь, об этом нет ни слова. Вот смотрите, первая книга Старства, 7.13. Так усмирены были филистимляне, не стали более ходить в пределы израста. То есть покорность. Смирение означает покорность в воле, а не в том, чтобы были вместе, меня примут или не примут. Вот, а что об этом говорит псалмопевец Давид? Псалом 137, 6 стих. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Смиренных воззышает Господь, которые покорны воле его, а нечестивых унижает до земли. Если над кощунником он посмевается, то смиренным дает благодать. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. То есть мы только в слове, в канонических книгах находим 36 раз слово смирение. Оно входит в слово смиренно, мудрее. Это покорность. Слово покорность Богу, Слову Божию. А людях здесь не говорится, как другие будут. Об этом даже намека нет. Смирение перед тем, кто меня придавил, а я не хотел. Вот перестемляне. Их разбили на голову, но они смирились. Немцам разбили башку-то, они больше к нам не лезут. Смирение. Но смирение насильственно. А я должен добровольно подклонить вы свою. Вот я сейчас скажу в Ветхом Завете, как понимали. Когда человек верующий, это я вам уже непосредственно на вопрос, но люди-то его не понимают. Церковь-то тогда была одна в одном месте. Испытаем его, этого праведника, оскорблением и мучением, и дабы узнать смирение его. Вот они как узнают смирение? То есть покорюсь я или нет? Много высоких и славных, но тайна открывается смиренным. То есть такое есть у меня откровение, я это все в сторону отвожу. Я смиренно принимаю то, что есть у святых отцов. Если этого нет, я заново начинаю работать. По канонам везде смотрю, сравниваю, слушаю. Или Сирахов говорит, Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Смиренно принять то, что есть. Когда меня арестовали, везли в машине мимо городской елки 9 января, кровавое воскресенье. Можно понимать, у меня на самом высоком уровне была работа. Распространял по всей стране святых отцов, Библию насчитал, ну 50 книг-то. И вдруг я оторван. Меня везут. А тут катаются с горки. Тяжело было. Но прошло время. Вот сейчас я где нахожусь, это два дома. Когда я судился, реабилитирован был. И вот 13 соток в центре города и два дома выиграл. У них нечем было платить. Как-то сделали так, как-то сделали, что виновата не КГБ, а городская администрация. И поэтому городской администрации не было денег рассчитать. А это ни худа, ни мало. Должны были 11 миллиардов. Видите как? И Господь так усмотрел, что вот я получил. Почему я смиренно стал принимать это? Не смиренный, сам по себе человек. Бог меня трепал, давил, выжимал, натирал на мелкое, нашинковывал. И я сказал, да будет воля твоя. И хорошо, что я был тут. Как Солженицын, заканчивая архипелаг, говорит, благословляет тебя тюрьма. Я многому тут научился. На улице, в книжках, мне бы Бог этого не дал. Что значит смиряться? Я могу выслушивать целыми днями, ни одного слова не скажу. Однажды нужно было смирение, ровно три месяца, я не сказал ни одного звука, ни одного. Все считали глухонемым. Это смирение, это начаток может быть. Смирение нужно все время идти. Придите ко мне все, труждающие, обременно, я успокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть это должно исходить от сердца. То есть я делаю это добровольно, не потому, что меня смирили, надавили, как филистимлян. Я добровольно это делаю. Я вижу, что в этом забота любящего меня Бога. Как Он меня любит? Как мне не смиряться? Я не такой высокий рост, не такой красивый, я не женщина. И за все, за все я должен благодарить Бога. То есть я смирился, что отец у меня пастух, неграмотный, мать такая же, благодарю Тебя, Господи. Где бы я был? Я сейчас вспомню, ужас один берет. Где бы я был, если бы ответили на мою просьбу там, где я обращался тогда? Я же добровольство, мол, жир хотел пойти и прочее. Ну, я много занимался. Спортивная была, стрельба и прочее. Но вот Бог возрел уже не на смирение, а на то, что будущее будет. А потом уже дальше начал и показывать. Я смиряюсь перед Библией полностью. Абсолютно, на сто процентов. Святыми Отцами во свете Библии. Каноны во свете Библии. Потому что есть разночтение, расхождение с тем, что говорено было. Я люблю златоуста. Но где он говорит, ударь по устам, замкни уста его, это понятно, что тебе самому твои зубы надоели. Кого ты ударишь? Когда написано, когда тебя ударят, подставь вторую щеку. Тут надо до всего доходить. И хорошо, что вы зашли. Вот когда единомыслие, это, знаете, это такая отдушина в этом мире, иметь друзей единомысленных. Значит, еще молиться, поделиться. Вот это, ну, просто счастье такое Бог дает. И люди, когда говорят, да я ни с кем не знаю, с я один, это горе. Это неразвитый талант, завернутый в платок. У меня много врагов, на меня как там поносят, но много и друзей. А Господь говорит, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Павел говорит, да и все желающие жить благочестиво, будут гонимы. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. И поэтому я должен смиренно это принять. Но в ответ я говорю слова и грозно обличаю их. Так, я отошел. Минутку. Я понял. Большое спасибо. Значит, что касается смирения, действительно, вы сняли вот это напряжение, которое было у меня, потому что я все-таки вот склонялся к тому, что я вам сказал, да, а сейчас я понимаю, что вполне возможно принять именно вот ту версию, да, что смирение – это именно есть подчинение, но подчинение именно добровольное, но к нему надо прийти. К этому смирению добровольному человек должен к нему созреть. Он должен его сначала осознать вот своим умом, да, а потом уже впустить его в сердце. Оно так просто вот не падает. С ним человек не рождается, с этим смирением. До него, наверное, надо расти. Так, Евгений, давайте прощаться. За мной заехали. Сейчас повезут меня. Спасибо огромное. До свидания. Храни Господь вас. С Богом. Вы смотрите теперь в интернете, на нашем ютубе или в мейл.ру вы найдете. Я вам скину сейчас наши ресурсы под низом. Я понял. Прямо смотрите под скайпом. Я сейчас скину вам сразу. Я понял, да. Все, отключайте. С Богом. С Богом. Господь. С Богом. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»